добрый день дорогие мои друзья мы с вами продолжаем тему корсетов на предыдущих двух занятиях мы ее начали третье занятие построение корсета спинки нашего корсетика давайте посмотрим на технический эскиз вот он технический эскиз спинки это средняя линия спинки это боковой шов базовой конструкции они у нас есть нам нужно выбрать эту точку вот эту точку затем эту и вот эту чтобы нарисовать вот такие вот икса образная форма несущих сторон наших рельефчиков начнем с выбора вот этих двух точек для этого верхнюю часть корсетика мы должны разделить на три части не надо стараться как-то это сделать ну на глаз может быть вот так и вот так вот я могу например выбрать да первая точка вторая точка затем я из вот этой точки буду рисовать выбирать несущую сторону моего рельефа так как я хочу нарисовать такую икса образную форму то я сделаю некоторое сужение к талии и выберу эту линию вот таким образом до талии нарисовала а ниже талии она у меня будет немножечко расширяться допустим я ее нарисую вот так рисую дальше потому что меня интересуют вот эти точки нижние стороны моей вытачки меня интересуют поэтому я сразу дорисовываю до уровня вершины талиевой вытачки которая была базовой конструкции и так мы нарисовали центральную часть а теперь можем выбрать и ее обвести посмотрите это верх это наш рельефчик который мы только что нарисовали так это линия низа и обратите внимание мы приталили в среднем шве спинки один сантиметр когда рассчитывали талии вытачки поэтому я оформляю ее спиночку тоже вот с таким прогибом центральная часть готова затем работаем с талиевыми вытачками и так раствор талиевой вытачки четыре сантиметра от по линии талии от несущей стороны рельефа влево откладываем два половиночку вершины этой вытачки здесь и вершины этой вытачки здесь вот она вершинка они оказались на одном уровне и поэтому я рисую вторую сторону своего рельефа просто вот так просто вот так нарисовали затем я кладу линеечку таким образом из вот этой выбранной второй точке чтобы она у меня была по рисуночку параллельно вот этой линии которую мы уже построили несущей стороне первого рельефа и оформляю оформляю несущую сторону второго рельефа просто копирую углы поворотики наклоны копирую вот так дальше продолжаем вот так вот так до своего уровня и у меня построилась средняя часть я сейчас ее обведу чтобы вам было видно каждая деталь крови отдельно обводится одним цветом чтобы вы могли их различать очень грязно получается работать ручкой но ничего не поделаешь это лучше чем карандашом карандашом работать много приятнее но его не видно к сожалению и у нас посмотрите где оказалась талиевая вытачка на спинке вот она вот она дальше она нас не интересует на самом деле она еще дальше туда идет затем мы вспоминаем что вторая половиночка вытачки у нас еще не использована ее раствор тоже два сантиметра мы эти два сантиметра от несущей стороны откладываем влево и и вершина должна находиться вот на этом уровне внизу а вверху вот на этом уровне поэтому берем другой карандашик мне все он тут не испачкать и рисуем вытачку вытачку нарисовали как видите если вы знаете тему рельефов то больше особенно ничего вам знать и не нужно вы легко можете построить вот такой корсет а построив такой корсет мы можем заняться моделированием и уже на основе вот этого корсетика построить все что нам угодно например вот тот корсетик который вам показывала с чашечками и так талиевая вытачка здесь вот куда ушла вот и все в принципе построение базовой конструкции корсета у нас закончено было такое задание вот что у нас из этого получилось проверка можно измерить верхнюю часть 13 13 24 с половинкой 24 с половинкой на прибавили получилось 24 47 с половинкой хотели получить вверху 47 пожалуйста получилось теперь проверяем то расстояние которое оказалось на нижнем нашем уровне где у нас бюстгалтер заканчивается проверяем его это уровень высоты груди 2 под грудью под грудью положили линеечку 7 с половинкой 13 с половинкой 21 с половинкой 28 с половинкой да что ты все половинки 34 3440 а сколько я интересно хотела а я хотела 42 беда беда да я хотела сг-2 смотрите 42 сантиметра но во первых очень толстый фломастер и у меня сейчас такой масштаб что мне это делать крайне неудобно поэтому я могла в половинках просто заблудиться их было очень много а во-вторых если у вас реально получится на больших выгрыках такая же история вы легко можете выпустить здесь здесь по пол сантиметрика где-то здесь то есть откорректировать свои вытачки посмотрите сколько у вас возможностей здесь 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 можно их так подработать откорректировать что вы выйдете на ту цифру которая вам нужна точно так же нужно сделать проверочку по талии и выкинуть выкинув вот эти все вытачки выйти на ту цифру которую вы хотели видеть по талии и когда вы себя таким образом проверите вы можете себе сказать что я работу выполнила добротно и все свои задачи которые себе поставила и придумала я их решила вот и все что касается этой части следующей части мои хорошие я постараюсь на базе вот этой выкройки сделать вот такой корсетик то есть мы как уговорили уже в начале научимся с вами не только строить вот такие базовые корсеты да это базовые конструкции но и выполнять определенные моделирования для того чтобы получить вот такие чашечки и на основе уже вот такого вот моделирования или мы можем сделать просто чашечку вот так вот ее отрезать и сделать там какие-то бретельки у нас будет лифчик можно сделать корсетик вот такой это тоже будет у нас белье то есть мы научимся с вами делать хорошее качественное белье уже используя ту базовую основу которую построить нам удалось построить сейчас на этом разрешите эту часть работы закончить и продолжить в следующий раз потому что это будет уже новая тема но еще раз мои хорошие хочу к вам обратиться если кто-то есть какие-то специалисты посмотрите какой совершенно нет резкости я бы очень хотела чтобы вы мне помогли выбрать наконец нормальное оборудование для того чтобы я могла работать и чтобы на экране у меня все было в резкости и чтоб вам было все понятно очень меня это огорчает пожалуйста мне нужна веб-камера самая лучшая веб-камера пусть она хоть сколько стоит я ее обязательно куплю для того чтобы мои видео были качественными и понятными вам итак до новых встреч всего хорошего всегда ваша Галина Коломейко итак до новых встреч